Мне кажется, они просто забирают Леона. Да, есть вариант с Ликаном, очень хорошая как раз и подсветка, и против Леона хорош. Есть вариант с каким-то Свеном, который тоже с Герокоптером разбирается здорово, ну и является жестким кэрри. А в случае с Эмпайр, надо подумать, пак у них пойдет... Да, им остается саппорт, и у них действительно очень хорошо входит Винга. Потому что Винга, она может как сейвить от Лассо, так и в перспективе с Аганимом каким-то на паке, она может свапать любого вражеского персонажа и встанет его на 4,5 секунды. Это очень хорошая связочка, которую используют довольно часто. Ну, может быть, Вингу забанят, как... Зависит от того, чем играют Фнатики. Фнатик пока что не показали своего второго суппорта и кэрри героя. Вообще, мне кажется, Фнатик немного расслабились в первой игре. Они всю игру контролировали ход матча. Ну да, кто-то у них там, кому-то тяжелее приходилось, кому-то полегче. Урса, Уориор! Да, это Урса. Под Леона неплохо, под Инвокера тоже неплохо, и под Бэтрайдера тоже хорошо. Многих героев, которые держат на месте, фиксируют и так далее. Контроля здесь по Урсе не так-то много, кроме Дума. Грим Койл, ну это такое себе, на самом деле, удерживающих слов. Вот единственное, что Инча может с каким-то троллем и сеткой немного помешать Урсе. Но посмотрим, получится или нет. Ну вот именно настроен на убийство быстрая одного персонажа, как раз против Гирыча. Это работает хорошо. Ну и остается им еще герой на четвертую, получается, позицию для Диджея. Он играл на Чене, напомню, в прошлый раз. Ебан им перцев. Чен тяжело сказать, зайдет ли здесь или нет. Минус Энигма пока, да, убирают. Чувствуют, что как-то хотят пожадничать, потому что все линии уже очень сильные. Там Бэтрайдера напрячь тяжко. Инвокера, ну, инвокера можно, но ему особо не поможет, в принципе, никто. И на легкую линию не будет. Ой, еще и минус Винга. В итоге подсеева от Бэтрайдера совсем никакого не остается. Ну вот как раз, что она слишком сюда хорошо заходила, решили ее забанить. И тем более, самая основная ее фишка в том, что да, Бэтрайдер это убийца теперь. Остается Саппорт против Урсы. Оракла уже нет. Вингу тоже забанили. Также нет Витч Доктора, Баунти Хантера и Энигмы. Им перцы. Что пикнуть-то? Я вот смотрю на это, что может спасти от Урсы? Какой-то подсейв. Может быть Шадоу Демон какой-то? Я понимаю, что это не особо юзабельно и редко используется, но... Ну, в последнее время заезжал Шадоу Демон. Дополнительное время. Парочку раз. Может быть, действительно. Как у нас говорят, Нави опять тащат, там... Может быть, мы в 2013-м, Шадоу Демона пора пикать в таком случае. А Шадоу Демон, может быть, Раста? Да, ну Раста вот как раз подсейва не особо много, но она может как-то контр-атаку какую-то организовать. Хотя, честно говоря, Шадоу Шамана я не видел уже очень давно. Возможно, из-за того, что он супер-медлительный такой, может быть... Тяжело сказать, почему. 25 секунд оставят свой Эмпайр. Обдумывают последний свой пик в этой карте. Может быть, как-то вообще решат перевернуть. До сих пор непонятно, кто у нас будет на четвертой позиции, кто на третьей. То есть, может пойти Дум в хард-линию, и ему будет помогать Инча, а может наоборот. Но, скорее всего, они вот как-то поделят между собой и будут там вдвоем тусить. Это Дисраптор. Неплохо против порции, на самом деле. То есть, оставить ее в этом круге, из которого он не может выбраться, и попытаться закайтить... Либо глимсануть кого-то, да, либо глимсануть. Это неплохо и для агрессии, и для защиты, скажем так, герой такой универсальный. Ну и Фнатик. Опять же, им нужен саппорт. Будут ли они ориентироваться на жадность в лесу, или возьмут что-то, с чем можно просто загнобить очень сильно лейт. Ну, Эрсберита нет, Энигму убрали, Инч нет. Вот чем ты говоришь? Ну, может быть, чем появится. Нужен он тут или нет? В любом случае остается 8 секунд. Я думаю, если бы хотели уже четко что-то забрать, давно бы забрали. Найт Сталкер появляется. Да, решают именно через какой-то лес сыграть, а именно через какой-то дополнительный роуминг, давление. И Найт Сталкер для этого подойдет неплохо. Плюс ко всему, для Бэтрайдера до этого момента не было никакого вижена. А здесь герой, который срезает вижен соперником ночью, и при этом, который ганимом может дать вижен Бэтрайдеру. Это то, что нужно. И, в общем-то, может зайти. Опять же, с этим Найт Сталкером в Фнатике играют довольно часто. У них вообще довольно широкий пул, если так подумать. Ну, посмотрим. Сайланс хорошо здесь ложится на многих героев. И будет пытаться размять как-то в первую ночь. Но... Опять у Инвокера тяжелая ситуация. Опять может выходить Дум, Инчантрас. Скандал играет на паке. Еще и Дисраптор есть. Ну, вот, возможно, Найт Сталкер у него за спиной немного постоит. Он все-таки неплохой такой сейвер, который выбегает. Он чуть толстый, начинает райдкликать. Просто еще где-то вайдом может размять. И против Скандала он неплохо смотрит со своим сайлансом. Потому что пак, который не может кастовать и уходить в шифт, он автоматически превращается в золото. Легкая цель, да. Ну и у нас в этот раз... Ну, что, переходим к игре. Переходим к игре. 1-0 в пользу Фнатик. Напоминаем, Best of 3 имперцы в роли догоняющих. Фнатик, 343-й, Леон, Диджей будет играть на Найт Сталкере, Мидуан, Инвокер, Нэт, Урса и Охайо на Бэтрайдере. Ну и команда Эмпайр. В харду у нас идет Afterlife на Doom, Рамзес на Гирокоптере, Скандал на паке, Кинг на Дисрапторе и Мепошка играет на Энчантрас. Вот такая вот расстановочка. Забавные статуи у команды Эмпайр на фонтане. Какая именно? С бестмастером. У дайеров. Плавали знаем. Да, ну вы молодые. Молодые, горячие. Горячие. Не оштрафованные пока. Ну да. Ну а игрокам на самом деле позволяют многое. 30 секунд до начала сражения. Только я помню, Санте запретили в свое время играть с его никнеймом, который был немного... Ну он на самом деле взял его просто, потому что он прикольный, ничего там такого нету. Там полный его никнейм звучал, не очень круто. Вот, ну и поэтому он остался просто Сантой. Вот. Если кто-то не помнит, был такой в свое время игрок, который сейчас ушел в какой-то инактив и вообще давно о нем ничего не слышно. Довольно таки. Так, ну что у нас тут руны. Руны на этот раз поделены поровну и не смогли отжать две, как хотели наверняка, имперцы. Ну, отжали верхнюю. Пак забирает, инвокер забирает. Здесь у нас Охайо. Бирает в лесного партизана, который... Тяжелее ему будет стояться, потому что все-таки дизраптор тут. Гирокоптер, который один на один наносит очень много демеджа. Но он выбрал вот такую вот интересную позицию. Так, сейчас, может быть, как-то крипов будет отводить. Вот. И все. Дизраптор там ищет вообще его в другом месте. А он спокойно уводит пачку. Вот он сапог, может быть, глимс какой-то? И назад его, нет? Да, все равно демеджа, даже если он его вернет назад, демеджа с первого рокет-баража очень-очень мало. И... Да, и хватает хп крипам для того, чтобы остаться между вышками. Сейчас линия очень жестко здесь пропушится. Бэтрайдер... Пока что Охайо у нас действует здорово. На нижней линии, тем временем, Нед начинает фармить. Против него стоит Дум. Ну и против Урсы, конечно, с поддержкой Леона играть будет очень тяжело. Ну, скорее всего, скоро уйдет в лес. Хотя там, конечно же, инча. Возможно, мипошка придет на поддержку. Скорее, да. Дума, потому что фармить здесь Дум не сможет. А тем временем... Будет подходить 343 идти. Вот он подходит, тычку делает. Там 0 армора, поэтому даже Леон с руки пробивает очень-очень сильно. А там... Выходит инча. Рамзес там просел, там подошел Найт Сталкер. Тут вот как раз пришел Найт Сталкер, а здесь пришла инча. И сразу линии легкие оказались под некоторым давлением. Зато мидер себя чувствует очень шоколадно. 4-1 у мидуана, 6-1 у скандала. Он в очередной раз играет на паке у нас. Ну, и мидуан, конечно, сейчас вздыхает спокойно, потому что предыдущая игра была наполнена насилием в сторону мидуана. Да, очень тяжелое было начало у него. Здесь пока что он смотрится получше. Хотя все зависит от инчи и думы. Если они продолжат ротаться и в мид, то может все печально закончиться. Что у нас диджей вообще задумал? Он взял себе сапог, никакого фарма у нас не будет в лесах. Он просто делает стаки. Для своего бэтрайдера. Развлекается бегать, собирает какие-то баунти руны. Неплохо, на самом деле. Еще скоро второй урон будет. Там бэтрайдера сформанет, возможно, даже при нем эти стаки. Он там апнется 3-4-й. Скорее всего, потому что бэтрайдеру особо левел-то не критичен. Ему критичнее, скорее, вот именно золото на Блингдаггер. Из-за этого он даже на шестом свою ульту не качает очень часто. Ну, а пока что у нас контактные линии. Действительно мидеру в этом плане приятно. Даже очень падение на Кенгера. Кенгера закидывают напалмами, но мана мало у бэтрайдера. Там скандал очень больно. Пошел фейрифайр, отпился. Форгида продолжают разминать. Мидуан. Ну, нет, нет, нет. Подходит Курьер. Продолжает скандал обузить Боттл. Мидуан, конечно, с фейрифайром, но... Пучка от пака. Кто Курьер Аквилу принес? Интересный выбор. От инвокера. Ну, да, инвокер с Аквилой. Это уже такая штука, которая стала стандартной. Не знаю, месяц... Месяц, наверное, где-то. Погинулся с Ахайо, нет. Глимсом не достает по нему Кенгер. Все-таки баррейдж уже второго уровня. Ну, там Домоджи может хватить. Нет. Убегает в кусты. Тут начинается пуш. Тут такой себе пуш, на самом деле. Попытались, но 343-й не дает возможности инче оббаковать сильно крипами. Хорошо фармит под вышкой урса, и особо ничего не получается у имперцев. Несмотря на то, что у них такие сильные, хорошие герои. И есть сумоны какие-то дополнительные. Ну, все равно очень-очень тяжко. Хотя шансы есть, там, зацепить. Стан есть у Дума. Стан есть у Гентавра. Гентавр рассыпается, правда. Да. Откооп, Afterlife. Начинают мессить через Хекс. Слышно, это будет фердбат. Еще тычка будет от Нета? Нет, тычки нет. Сапог у него, конечно, имеется. Но там уже Дум набрал дистанцию, его не достать. Дистанчик хорошо сработал. Но вот уже знак тревожный. То есть Дума уже разминают. Причем среагировать и прожать землю, если будет настолько контактная игра, он не всегда успеет. А, по-моему, даже если он и прожмет, Урса еще пару лвлов получит. Леон пару лвлов, и Дум уже будет отваливаться очень быстро. Очень опасная линия. Наверху то же самое. Но наверху Бетрайдер у нас уходит фармить. Найт Сталкера оставляют одного. У него хороший вижен. И он видит, как Десраптор на него выходит. Поэтому тяжело его здесь подцепить. Да, плюс ко всему, вот чем хороша Урса, почему вот именно Урса во многом... Ну, потому что ты энчандрес на ферст пик. Ты забираешь на ферст пик энчандрес, ты получаешь Урсу. И Untouchable неэффективен. Хотя он взят в 2. Бетрайдер почти 6 уровень получил. На самом деле, после фарма этих стаков не достал делиться экспириенсом с Найт Сталкером. Найт Сталкер получает то, что под вышкой. Ну, он тоже сейчас 4 уровень у него будет, скорее всего. Это уже неплохо. Бетрайдеру чуть-чуть дофармить. Появится лассой с каким-то смоком. Можно пытаться и в мид залететь на скандала. Все на арбу потратит. Ну, они вдвоем получили больше экспы, чем если бы они оба пошли фармить стаки. Потому что Найт Сталкер еще с линии немножко вывез. А Бетрайдер все забрал при этом на крипах. Так что весьма логичное решение. Ни одна из линий не проседает. Начало очень аккуратное. 0-0 счет. И вот сейчас у нас пошел какой-то дайв от имперцев. Дум включает землю. Но уже телепортируется сюда Найт Сталкер. Разворот. Мипошка. Что он живой? Худли-воид. Есть воид. Забрали. Автерлайв. Попытается здесь еще погореть, конечно. Но на эту надо отходить. Фласка пошла. Диджей здесь, понятное дело, выживет. Хотя есть рядом Дримфойл. Да, Диджей здесь погибнет. Вовремя перетягивается скандал. И хорошо получилось. Но Феррсблат чуть-чуть не хватило забрать. Там буквально... Там еще Ахайл может погибнуть, на самом деле. Глимса уже нет. Рамзес. Неужто загорит Ахайл. Ахайл первого загорел. Кингер тоже может здесь погибнуть. Подкоп. Ахайл выживает. И минус Дизраптор. Тут небольшие лаги у нас, к сожалению, дорогие друзья. Но это все связано, наверное, с серверами, которые находятся очень далеко. Не знаю, у меня все идеально. Я все идеально. Можешь на твой экран переключиться тогда, потому что у меня очень много потери с пылов там и так далее. Ну, можно. Ничего не имею против этого. Что можно отметить? Очень здорово действовал у нас Ахайл. Рискнул. Но риск был оправдан. Даже если бы его забрали, он бы все равно остался в плюсе. Он забирал одного гарантированно. Сейчас еще могут. Реген используют. И на Рамзеса выход. Рамзес получает кекс. Успел купить барашну демеджа. Маловато. Получает стан сверху. Очень больно. Нереально больно. И отваливается Рамзес. Охайл доминирует снизу. Нет, это на миде. Тем временем падает инвокер. Здесь его разбирает. Энчантрос вместе с Дисраптором и Паком. Хорошая агрессия. От команды Эмпайр. И опять Мидван страдает. Но на этот раз у него на седьмой минуте есть уже перчатка и 400 монет. В прошлый раз было гораздо меньше. Так что... У него еще аквила есть собранная. Поэтому все совсем неплохо. У него максимум по ласт хитам на карте. Ну и по Нетворцам совсем чуть его обходит пак. По убийству, конечно. Да, ну и Найт Сталкер у нас уже пятого уровня. На восьмой минуте. Отбивается Кларити. Это, кстати, неплохо для него. У него есть урна, у него есть сапог. Мы все прекрасно понимаем, что Найт Сталкер очень жирный герой, который может и за вышку как-то надо задавить. А вот с этой жирнотой урса Найт Сталкер может на ранней стадии уже быковать. Да, могут они подразвалить. Но самая шикарная ситуация в игре Охай. У него топовый Нетворц, у него все просто супер. Он круто постоял на линии, ему наделали стаков. Опять он божит на Бэтрайдере, который забран довольно-таки рано. Но очень грамотно забирают Бэтрайдера и свой пик хорошо строят под него. И самое главное, всю контру убирают. Всяких вот этих вот Оракулов, Венг. И в этой игре он вообще монстр. Ой-ой-ой, как он отправил Мепошку. На самом деле хорошо, что сейчас есть проход здесь. Мепошка там просто отскочил, как от стены от этого флеймбрейка. Мог бы там остаться и погореть немножечко. Так, ну 4-3 стал наш счет. Но не сказать, что игра от этого стала какая-то насыщенная. Немножко на верхней линии поагрессировали и один выход в мид. Все. Все остальное по-прежнему у нас достаточно пассивно. Да и этот выход, он тоже не имел какого-то прям такого жесткого давления под собой, чтобы забирать товара. Да, Мепошка продолжает фармить леса. Стоит обратить внимание, есть у него уже 6 уровень. Импетусы появились. Разминает Крипчиков. До 7-го тоже недалеко появляется Смок. Возможно, сейчас будет выход с Кингером куда-то. Второй Глимс имеется, поэтому рейндж уже довольно-таки неплохой до возвращения героя. Пятый уровень у Ливона. Ну и что? Нэт с Фейзами. Пока Морбит Маск нет. Нашану в ближайшее время не пойдет. Диджей сейчас погибнет, скорее всего. Думаю, что должно у Кингера глимсовать, если Вижен будет. Смок два смока параллельно. Один в миде от Фнатиков, один на верхней линии. Сверху Диджей очень аккуратно играет. Но он ждет, когда ребята к нему подойдут свои. Они сейчас попытаются выйти в спину. Да, смог не успеть закончиться. И сейчас как раз увидят Нью и хорошо смогут спланировать свой выход. И Дисраптора сейчас тоже будет видно. Вот как раз Найт Сталкер. Включает ночь. Начинает развлекать потихонечку. И выход в этот момент в спину. Делается телепорт, стан по двоим, стан страйка. Отличный килл на гирокоптере. Нью-ча пытается уйти. Пак перетягивается слишком поздно. В итоге забираю от 343-го, но здесь нужно бежать. Afterlife есть Doom. В кого? В Нертон. Да, Нертон динайд, Диджей. На этом все. На этом все. Два в одного в итоге получается. Какой-то размен. Мидван в это время забрал вышку в миде. У него что замечательно, ему, если не ошибаюсь, летит уже Мидас. Диджей. Боже. Диджей проб подставил. Он побежал за динайд вышку. В итоге задинайд ее не смог. Получил сетку и его уничтожили. Но Мидван, да. Мидван подформил себе мидарик. Да, я говорю, он забрал тавер, выформил мидас. Ну и что у нас по графикам? По графикам все ровненько. Просто продолжают набирать свои какие-то ключевые артефакты. Иначе ходит Dragonlance. Урса. Урса, кстати, как-то подпросела. Довольно жестко. Ну, даже не из-за того, что туда брали сейчас, а и до этого у нее ситуация не очень хорошая. Здесь как раз-таки начинает сейчас инвокер доминировать. Причем, если игра пойдет на встречных курсах и примерно равная, то может быть очень-очень неприятно команде Empire, потому что инвокер оторвется очень сильно. Охайо, в смоках, увидел сейчас Enchantress. Ну, можно запрыгнуть, лосо имеется, но не стал этого делать. Спалился маслом с этим. Что-то просто кинул его. Ну, один решил не вырываться, не видел никого там рядышком. Так, и что у нас на нижней линии? Выход в какой-то подпуш, здесь Ramzes фармит. Ну, Ramzes с седьмого уровня, акрилов и зы. Забирает крипчиков, диджей. Седьмого уровня, сейчас попытаются, наверное, и на топе вышку подзабрать. Нет, здесь есть. Интересный выбор, он играет вообще без клэпа. Да, это необычный вариант, но зачастую мы видим, по-моему, от него как раз я и видел этот билд. Иногда бывает залетает такой. Хотя оказалось, что контроль какой-то нужен. Но здесь есть Леон, Night Stalker и Урса. Силы укрепили свои сооружения. Урса выбирает именно такой вариант. Так, ну что у нас? Вышечка сверху потихонечку подпушивается. Что делают имперцы? Что-то они как-то идут все вместе в мид. Неужели собираются подпушивать? Масса скелетиков. В этот момент на нижней линии подпушивают, знаете, как? Ой, и Afterlife подставляет. Ну как же так? Никого не было видно. Afterlife-то здесь забирают. Расказ от Бака, диджей. Но тут же скандалы ловят. Лассо, фингер, минус скандал. Хороший раз от Дистраптора. Но не успевает закрыть героев соперника. Только все разбегаются с Митвана. Можем пытаться запинать Митвана на развороте. Еще тычку по Митв... Ну как так? Митван выживает. Не хватило буквально одного импетуса. Энчантрас там получилась. Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. Без вариантов, да. Драка была, конечно, интересной. Очень здорово сыграл здесь, опять же, Бэтрайдер, который моментально среагировал и вытащил скандала. Статик Шторм был тоже великолепный, но... Силд немного запоздал. Ну вот сама мысль. Импайр идут всех с звером на Митв. Они начинают слушать вышку. Никого нету. Ничего. Афтерлайф стоит. И на него выходят все герои. Забирают. И вместо того, чтобы разменять вот этот тавер, который... Ну, в принципе, не так критичен. Здесь есть еще один, на который можно прилететь, если враги забирают Рошан. Но он все равно близко. Они идут и по цепочке залетают один за другим. Конечно, по макро не лучшее решение. Охайя. Отпрыгнул Кингер. Только в эти швити ушел. Ну да, тут Охайя уже просто чувствует себя каким-то терминатором. Ну что он вытворяет? Он просто летает, оставляет варды. Не боится, что Кингер его может как-то вернуть. А Кингеру всего лишь нужно повесить первую. И все, его Охайя уже никуда не уходит. Но вот он не успевает, потому что где-то из темноты выходит постоянно Бэтрайдер. Да, у нас, кстати, 14-ая минута. Мидас у Мидуана готов. 6-700 уже Троп-1 Этворс на карте на 14-ой минуте. Юл уже к нему прилетает готовый. Тут даже не Мидас, тут уже и Юл сверху этого. Ну, что и требовалось доказать, что если игра пойдет на более-менее равных встречных курсах или захватит преимущество Фнатик, то инвокер просто уедет как на ползе. Если в прошлой игре он с нижних позиций ушел в топ, то сейчас он уже на первом месте, и он отрывается все жестче и жестче. Плюс Урса чуть-чуть подтянулась. У нее, конечно, ситуация все равно не актив. Если посмотреть на фарм остальных героев, то Урсе хочется побольше. Надо пытаться имперцам как-то зарабатывать золото. Проигрывают они сейчас немного. 3 тысячи, 4 тысячи по экспе. Конечно, 15-ая минута. И сейчас еще у них упадет Тавар на топе, который достанется, я так понимаю, Мидуана. Прожимает фортификейшн. Найтсталкер дает вижн позади Тавара. Удивить здесь инвокера никак не получится. Падает вышка, достается, как я и говорил, инвокеру. На ботами дефать, скорее всего, не будут. Попытаются просто либо Т2 на топе забрать, либо Т2 в мидле. Скорее всего, стянуть просто на базу. Одновременно будут сейчас пушить две линии. Если сейчас пойдут импер вперед, они окажутся в минусе, потому что они забрали одну вышку на одну, но здесь пушатся сразу две. Но можно пытаться забрать Т2 пошустрее и прийти что-то подефать. В итоге весь бросили мидлдавр, переходят на Т2 на топе. И через форкиды, крипов и так далее, с аквилкой пытаются снести вышку. И скорее всего, ее снесут. А тут ждут, 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 ты посмотри, смок. Ждут код сейфтп, пайтят на инвокера. Я думаю, прекрасные перцы все это понимают. В итоге тавер падает. Да, у нее две тысячи на руках. Вот просто инвокер вырос, как на дрожжах. И еще при этом можно выйти куда-то в мид. В смоках все еще ищут фнатики свою цель. Курьер погибнет. Курьерчик. Ням-ням. Как же они сейчас? А его не стали забирать. Да, они решили подождать героев. Это такой был супер... Ну, на самом деле они ошиблись, как показала практика. Но если бы они реально дождались героев, там бы никто даже подумать. Бэтрайдер. Рамзеса подцепил. Тут же получает Глинкс. Да, засемили. И в итоге Нет. Нет получает зум очень много. Он там наловил все рогатности, но у него есть Аегис. В общем, проблема. Пака-то уже нет. И начинается погоня здесь. Выходит 30-43-й. Пока без дакера. Две сотни ему не хватает. Афтерлайф здесь, скорее всего, просто догорит. Так и есть. Еще подкоп не достает демипошки. Идеальный размен Аегиса. Хотя, ну, Урса вроде знали, что у нее есть Аегис. Но он запрыгнул очень самоотверженно. Параллельно с этим запилили Пака. Честно говоря, я даже не увидел, где его там избивали. И забирают вышку. Еще одну. Так как Бэктор Протекшн работает, поэтому не получается ее забрать. Намазали Медвана урной. Он тут начинает регениться просто с бешеной скоростью. Посмотри на его Нетворс. Он уже в два раза практически обгоняет тех остальных героев. Что, будет попытка задефить какая-то. Нет Аегиса уже. Можно попробовать. 343, Кингер, подкоп. Моментальный минус. Да, заткнули 343. Скандал пытается хоть его добить. Ставится DreamCoyle по-двоим. Неплохо. Он погибнет здесь, если он, скорее всего, еще хилдаун его накрывает. Ахайо еле-еле живой уходит. Афтерлайф от Урсы может просто отъехать. Начинают его жрать с бешеной скоростью. Еще буквально тычки не хватает по нему. Но и в итоге Урса решает отступать. Отличный игр от скандала. Забирает он Бетрайдера, забирают Урсу. Езжает сюда Ивокер, но нужно отступать. Да, нужно бежать. Диджей тоже что-то залип, остановился на месте. Хороший на развороте драк от имперцев. Но уже слишком сильно обнаглели фнатики. Хотя, конечно, попытались они так, что ли... Ну, прямо совсем добить, что ли, имперцев. Если бы сейчас они выиграли эту драку, это уже серьезная заявка была бы на победу. Но, тем не менее, отдают вышку, отдают много золота. Возможно, сейчас даже вторую наподсуют им. Заберут вряд ли. Имперцам сейчас не нужно повторять ошибки фнатик. Нету маны. Да, нужно просто... Отходят, отходят. Все правильно делают. Оформить в это время инвокер на топе. Будет постоянно медас. 1800 на руках. 10 тысяч нетворца. Пак сейчас, конечно, немного приподнялся после этого файта. Удачного для него. Да, но инвокер все равно слишком жесткий. И у него и левел огромный, и денег больше всех. Сейчас что-то новое себе докупит. Это либо Блэкинг Бар какой-то, наверное, либо Ганим. Сия появляется у Герокоптера. Да, до появления Блэкинг Бар он все равно уязвим очень. Для того же инвокера, для того же Леона. Палец сейчас, конечно, не так критично смотрится после появления Сии. Но, тем не менее. Потихонечку появляется... Ахай забирают здесь. Очень хорошие варды от имперцев стоят. Раз, вард. Два, и три. И полностью контроль вот этой части карты. Полностью. В этот момент выход на Afterlife. Afterlife получает хекс, но тиммейты слишком далеко. 345 ему нужно просто бежать. Там прожимаются барабаны. У него дайгер сбивается импетусом. Сейчас будет еще один, скорее всего, успеет ли прыгнуть. Не успевает нам прыгнуть. Ну да, его здесь добьют. Его здесь добьют. Еще вейв сатиры. Слишком жесткая инча, доминейтинг умипошки. Очень к большому спид. От нее под барабанами, конечно, уйти абсолютно нереально. В итоге, двух героев теряют снатики. Так, ну и ситуация для имперцев очень сильно выравнивается. Давайте посмотрим по графикам. По графикам золото в ноль. Опыт почти в ноль. Преимущество очень небольшое. Сейчас, правда, в немного опасной ситуации Рамзес находится. Выход на него нет. Диджей его не догоняет. Слишком быстро он тут с флэком всех хрипов раскидал. И не догнать его уже было. Диджея, ну, органим доделывать. Ему остается один артефакт. С появлением органима, конечно, контроль карты будет очень жесткий. И это будет одно из преимуществ с Фнатик. Пока что за счет... Ну, за счет того, что герои Эмпайр набрали свои какие-то артефакты, ловла ключевые, удалось им выровнять игру. Ну, инвокера также огоним. Скоро появится. 800 монет. Причем он нафармит их явно быстрее, чем Найт Сталкер. Сейчас Сталкер что-то разогнался. У Сталкера, если так посмотреть, на Творс немногим меньше, чем у Урсы. И это не настолько богатый Сталкер. Это скорее очень... Бедный Урса, бедный Урса, да, у которой кроме Даггера, Морбид Маск и Фейзов ничего нет. Ни Башера тут не высвечивается, ничего подобного, даже Момчика нет. Так, выход. А 343-го? Есть Даггер у него. Он может инвизировать нам за спиной. Со вся бригадой стоит. Ну, вот на этот раз это байт уже на Afterlife. Причем видит, как сюда выходит Диджей, Охайо, понимает, что много героев, но... И не спалил Смок, не спалил Смок Леон. Сейчас его увидят, это должен быть минус Леон. Это должен быть минус Леон, успевает уйти с Даггера. Зажали Dream Coil. Ну, вот сейчас поставили, попытки сделать паут, глимс. Понятное дело, что он здесь погибнет. Понимает Урса, что вся вражеская команда у него в лесу, поэтому... Нажимает тут же Мом, начинает подфармливать крипов, слышит паут и уходит. Да, ну, варты по-прежнему стоят очень крутые у имперцев. И если с этим ничего фнатики не сделают, они здесь могут сильно пострадать, вплоть до того, что Эмпайр могут с этими вардами всю игру выиграть, если продолжат ловить. Опять же, они знают, что Батрайдер сюда пришел, знают, что где-то рядом Диджей. Ну, на этот раз они просто... Тем скоро должен появиться у Найт Сталкера после появления Аганима. Да, это будет, конечно... Аганима и Уокера, минута до Рошана. Нужно пользоваться имперцем. Вот сейчас Батрайдер. Вард не видит. Вард не видит. Сможет ли глимсом подцепить? Нет, слишком большой радиус. Скандал, Юл. А вот теперь неплохо. Глимсует. Возвращает Охайо, но закрыть его не получается. Он просто делает телепорт. Еще одна тычка. Да, удается его забрать. Сорбы забирают его скандал. Отлично сыграно. Эти варты по-прежнему работают. Просто красавцы имперца. Как они все это исполнили здесь. На верхней линии продолжают у нас фармить Урса. Она, кстати, нормально там подняла себе Найт Ворса. Учитывая, что имперцы постоянно находятся в какой-то такой засаде. Они не фармят. Они забирают героев. Но коротко команды Фнатик фармят очень жестко. Найт Сталкер, Инвокер и Урса. Найт Сталкер не скажет, что фармит. Потому что он до сих пор без Ганима. Уже сколько времени проходит, он не может эту тыченку дофармить. На Рамзеса, Санстрайк. Минус. Нельзя так подставляться. Да. И размин, конечно, будет на Леона. Но мы прекрасно понимаем, что это все мелочи. Пытается сделать телепорт. Но, естественно, не получается ничего. Там фаржей нашел. Автерлайф подрезает. А Найт Сталкер, тем временем, на нижней линии спокойно дофармил свой Аганим. И теперь только Гем. Да. Теперь Гем. И на самом деле, даже без Гема, ворды закончились. У имперцев вот эти суперкрутые. Их нужно обновить как-то. Ну, потому что это лучшее, пока что я видел от Империи в этой серии. Да, Инвокер покупает Гем как самый богатый герой, у которого есть как раз все, что нужно на данный момент. И сейчас Найт Сталкер много интересного увидит. Что, почему же. Я думаю, что фнатики понимают, что как-то слишком жестко им дают здесь люлей на этой линии. А где Гем-то? Он летит. Куря? Должен быть. У Найт Сталкера уже, да? Уже у Найт Сталкера, да. Ну и все, он пошел искать. Вот он, собственно, Вижен Найт Сталкера. Сейчас будем смотреть за его похождениями. Могут сейчас с Империца неплохо напасть, но нет, не могут. Их видят на ворды. Снатики тоже не так простые. У них тоже есть неплохие ворды. Так, и сейчас видят. Видят скандала. Скандала. Далеко находится 343-й. Вот у него ТП сейчас откатилось, он может полететь. Конечно, на Т2. Но Мидуан решил сместиться в Миду. Мощь здесь с пушем. И есть Рошан. Рамзес начинает потыкивать. Должны об этом догадываться прекрасно. Должен прожимать смок. Вот он смок. Нельзя подставиться под Раскастенбокера. Если вы подставитесь под Раскастенбокера, это... Как сейчас может быть жестко? И ночь включается Найт Сталкера. Назлетают гиры, все увозят. Неплохой Силенс, но поздно. Слишком поздно. Слишком хорошая позиция здесь уже у Снатиков. Мидуан забирает Дисраптора. Дум пошел на Нета, но Мидуан продолжает резать Мифошку. Не могут бить, он в тексте, но Антач был проработать. Сверху стоит Афтерлайф, которого закинули сюда. Пытаются его убить. Убивают Афтерлайфа. Мифошка, попытка сделать ТП-Аут. Есть потап. Да, очень трудно его затыкать. Затыкают Сайленсом, но в итоге вот он Сайлона затыкивает. Минус 4. И еще Рошан, конечно же, в довесок к всему этому идет. Насколько же силен Бэтрайдер здесь. Он просто ворвался и внес куда-то гирокоптер. Гирокоптер там вообще смыть, где сдох гирокоптер. Он вообще вывез его из драки, так что гирич никакого урона не смог нанести. При всем желании. Видит сейчас пака, но зацепить его нечем. Видят другие. Причем пак добил Рошана. Да, пак добил Рошана, красавчик скандал. Хотя бы что-то заработал. Какие-то деньги принес команде, это уже неплохо. Файт, конечно, проигран был очень сильно. Возвращают все свое преимущество потихонечку в Фнатик. Ну и самое страшное, что инвокер разрастается. Артефактами сейчас появятся вот эти актарины, блэкингбары, когда его вообще нечем будет контрить. Понятное дело, что у Дизраптора в ближайшее время не появится аганима. Соответственно, и в Статик Шторме сможет выживать кое-как инвокер. Это неприятно. Да, ну вот кладет вроде бы изначально на всех свой ультимейт Дизраптор, но все успевают разбежаться, потому что нападают первыми Фнатики. Фнатики нападают, начинают там убивать, у них есть Вижен на всех, они видят абсолютно все. При этом, ну мы-то видим Вижен обеих команд, а если бы в этот момент можно было посмотреть, перемотать как бы и включить Вижен Империи, там вообще ничего не видно. Они стоят в Рошпите, они не видят вообще ничего, варды у них не видят ничего, да и, собственно, тут вот стоял один вард, вот здесь вот. Но его, когда включил Найт Сталкер ультимейт, можно было смело удалять, потому что там радиус очень маленький просмотр. В свое время какая-то игра была, и ставили, ну, типа, против гема вот эти вот хитрые варды вот сюда, вот на горочке. И Найт Сталкер включал ультимейт, этот вард на горочке он видел вот так вот, просто. Ну, Манси запрещал по лесам. Ну да, но хотя ставится он, чтобы захватывать вот эту вот территорию хотя бы, или, соответственно, здесь вот эту территорию. Ну да, то есть Найт Сталкер очень такое жесткое оружие. Ну и Охайо, пока что, который реализовывает вот этот контроль, этот Вижен, всякие вот эти вот рельефы, через которые перевозят вражеских героев с лассо. 17-13 в пользу команды Фнатик, их преимущество. Там преимущество 3000, это немного совсем, по XP, правда, 7,5, проживается очередной ультимейт. Пока Найт Сталкер 11, новых айтемов у него нет. Мидван. Мидван узнает, где гиролёт, но это что он потратил кулдаун. Да, там сбили как раз-таки этот вард в лесу, который еще стоял, диджей, за счет своей ночи. Аккуратненький, айрокоптеру надо быть, я напоминаю то, что он без Блэк Кингбара выходит, форгиды, выходят, колдснэп пошел, но нет. Рамдез набрал дистанцию, а зачем он вернулся, вся команда подошла? Вся команда, и здесь только один Мидван, Мидван прекрасно понимает, что... Он тревелах улетает к своей команде на ботом. Очень круто сыграл Мидван, он стянул всех в ту зону, из которой возвращаться очень непросто, и теперь они от Дэк Тавер. А Мидван здесь, конечно, выиграл массу времени. Так, ну и что у нас там? У нас у инвокера есть Блэк Кингбар. Вот прям сейчас будет, и у Нета тоже. Только Дум теперь. Да, и Нета тоже, тоже только Дум. Все остальное ему не особо страшно. Это станов по-саму же... Там Минча потихонечку разрастается, мы видим у него практически готов агоним. Это шанс. Вот эта Минча, это действительно один из немногих шансов, но учитывая, что она играет против Урсы, против Бэтрайдера, Инвокера. Тяжеловато. Тяжеловато. Так, что у нас тут? Урсы доносит себе БКБ. Ну и, в общем... Есть Аегис. Она, наверное, не проще подраться. Очень, да. Хотят выйти, последний Тавер забрать. Вижен вообще не будет после падения этого Тавера. Не знаю, как там будут играть. Игроки команды. Импайр заходит на мид. Вышка очень битая, но как-то... Да я за вышкой. Всем аккуратнее надо быть, да, сейчас нельзя Рамзесу ни в коем случае подставляться. У Рамзеса нет подсейва никакого. Если Бэтрайдер выформит себе Блэк Кинг Бар, все, остановить его будет нечем. И Рамзесу придется страдать. Рамзес просто на Тавер отходит. Вот это еще один момент, который в лейтгейме делает для Эмпайр эту игру практически нереальной. Что бы ни происходило, Бэтрайдер с хорошими артефактами, он все равно вытянет этого гирокоптера. И подсейвить его будет нельзя. Вообще вижена нет. Вообще просто ничего не видят. Да, ночь Найт Сталкера и вот по линиям крипы, которые вот так вот видят. Обзор супер маленький. Ни одного варда. Где враги? Может они стоят здесь, а может они фармят. А вот Миркошка там страйкает и палец Миркошка попадает. Разблазнул, пока выживает Рамзес. Урса пыталась его съесть, но решил кушать Афтерлайф. Афтерлайф дал Дунзу, дал скорее всего, наверное, в инвокера. Да, Тахаски Мидуан еле живой. Слушай, репак запрыгивает, скандал, минус диджей. Уже минус три. Сейчас трестнется, конечно, Урса здесь, но тем не менее не отпрыгивает. Афтерлайф, преследование. Пытается его съесть, слишком много стаков. Минус первый, начинает расстреливать Рамзес. Снет, погибает здесь неплохо, Империя. Да, очень хорошо, ворвался Дум. Как раз-таки вот этот вот, там, блинк у него. Да, блинк на Думе здесь окупился на 100%. Не ожидали этого команда Фнатик. Вот мы смотрим Файдрик Кап. Видим, что довольно-таки... Немного он нанес дэмэджа, но он выключил инвокера. Инвокер ничего не делал, абсолютно. Инвокер сейчас, скорее всего, пойдет в какую-то линку. Мне почему-то кажется. Ну, у него вариантов особо немного. Если он будет выключаться Думом в файте, то он будет бесполезен. Все-таки не тот герой, который может и распетлять что-то. Ну, здесь не ожидал, конечно, появления этого блинка. Потому что блинк зарешал очень сильно. Тем не менее, все равно, ситуация у нас более-менее равная остается. Ничего не изменилось. Теперь только знают о блинкдагере этого Дума. Ну, и теперь есть этот блинкдагер. Потому что даже знание этого блинкдагера не дает какой-то контры жесткой Думу. Все равно он может вырваться. Хотя Вижн по-прежнему. Вижн по-прежнему очень слабый у Team Empire. Они по-прежнему не видят ничего. Вот он. Они видят одного инвокера, который стоит и бьет крипов. И теперь даже его уже не видят. Куда он побежал, где его команда, непонятно. Да, но будут пытаться сейчас от хайграунда играть, определенно. Вариантов больше нет. Гирокоптер. 9-секундный Блэкинг Бар. 2000 на руках после Кварт Сталф. Ну, это будет, понятное дело, Бутерфляй. Он здесь очень нужен против Урсы. Что Урс не так хорошо фармит. Непонятно, когда у него будет МКБ. Несмотря на то, что фнатики давят, мы видим, что гиролёт перефармливает Урсу аж на 3,5 тысячи. Да, и в такой ситуации Урсе тяжеловато его съедать. Нужно артефактов. Ещё и Shadow Blade покупает Doom. Для того, чтобы ещё неожиданно не врываться. Далеко сейчас находится ли он от своей команды? Опять там что-то зафармился 343. Хотя 11-й левел, Блинк, ничего особенного у него нет. Не сильно он оторвался от того же Дисраптора. Doom пошёл в инвизи, всё зачекал, посмотрел. Его не увидели. И просто так в протниках отходят. Да, тут фаржи, на них вешают салаты. Майндгейм начинается. И фарма особо нет, и каких-то попыток гангов тоже нет. Аккуратно очень играют. Пытаются на Вижене одни сыграть, вторые на Shadow Blade, на том, что их не видят. Но в внезапности перемещаются. Ты посмотри, как. Глимер, Shadow Blade, Глимер, Shadow Blade. Ну, конечно, я думаю, все прекрасно понимают то, что Рамзес не один летает там. Санстрайки идут у нас. Инвокеры. Шальные. 2000. Ну, должны сейчас, по идее, фнатики в этой доте должны отрываться по фарму, потому что они контролируют всю карту. Пока что я не могу сказать, что прям настолько хорошо у них это получается. Ну, и времени не так много прошло. Хотя, вот если посмотреть на Урсу, то она фармит вообще в любой точке карты. Может, Мепошка подставится, на самом деле, или Мепошка выходит. Мепошка, лассо пошло, сдыкают, на Санстрайк привезли. Метеор. Бегет, ты посмотри, ну, Лархомшки вот добивают, и на этом все. Да, нереально толстый оказался. Пробить с руки не получается, но у Гринвокера слишком много костов. Еще ветерки костуют, там видели пака, который где-то рядышком. И вынуждают стягиваться сейчас. Сейчас, байбека нет, вот в чем проблема. У Инчи нет байбека. 35 секунд, это, конечно, небольшой срок. С учетом того, что есть партификейшн, 5 секунд, можно будет выиграть. Да я думаю, что не пойдут прям так жестко. Скорее всего, просто там зайду, чуть-чуть поковыряют тавер, но прямо залетать не будут. Потому что знают, что у Думы есть блинг, он может ворваться. Да, там, линии еще и запушены. Ну, просто вот Урса уже отошла. Монбокер, 3500 на руках. Что, будет эта линка вместо Аквилы или нет? Да, линка, конечно, это супер неприятно будет, потому что сбивать ему ее здесь тяжело. Ему просто хочется дать Дум, чтобы он ничего не делал. Гем покупает у нас Найт Сталкер. Так, а что, гема не потеряли в прошлой игре? Ну, судя письмо, да. Джей, я не вижу. Не вижу гема. Ты думаешь, он бы стал покупать второй? А, вот он у скандала, господи. Все, теперь вижу. Да, без гема шансов на тотальный мап-контроль такого нет. И, видимо, поэтому они настолько чувствовали себя свободно. Но вот теперь могут чувствовать себя очень хорошо. Афтерлайф на толку. 343-му сейчас ворваться нельзя. У него подмоги, скажем так, нет. Есть инвокер на травелах, но пока он прилетит, думаю, уже очухается и может размотать кого-то. Да, у нас идет в Ахайе, нарисовал такой кружочек, куда, видимо, стоит прогуляться диджею. Как раз ульта еще немножко в кулдауне, еще нету третьего уровня ультимейта. В перспективе, если борьба пойдет только за мап-тролль, может Акторин себе купить, Найт Сталкер. И там ночь будет, его именно ночь практически бесконечная. А это значит, что Вижена не будет вообще. Ну, 16-й для начала надо апнуть. Да, и нужно апнуть 16-й, во-первых. Во-вторых, не всегда именно к такой доте прибегают. Но именно по этой игре, мне кажется, может быть, что скупят. Скандал? Скандал тут у нас. Там за Рошана сейчас битва будет, я так понимаю, но очень сильно подпушивает топ сейчас Урса. Да, Урса очень жестко подпушила, вынуждает стягиваться одного героя. Плюс ко всему Найт Сталкер прожал ночь, опять никакого Вижена. Сейчас варды собьют все, которые есть. Осталось только низ с Фнатиком отпушить для полного счастья. Гирич дает кулдаун, отпушивает мид. Ахай, тут крипов на ботами забирает. У него тоже до Блэкинг Бара осталось. Самая малость, четыре сотни. Да, и вот что с ним будут делать, когда он купит себе Блэкинг Бар? Это большой вопрос. Выходит у нас Диджей, срезает один вард, помогает ему Мидбан сбить второй вард. Все, вардов больше нету. А что, Рошан? Ну, нет, почему-то далеко. Это главный фармитель Рошана? Или, может быть, наоборот, на этого и играют? То, что вроде Урса на лейне, Рошана никто не бьет, а оказывается, его в это время месяц? Ну, возможно, возможно. Ну, сейчас, после того, как заберут Рошана, практически через минуту наступит ночь. И нужно... Бежит, Броша, бежит. И имперцы торопятся к Рошану, тоже Нед запрыгивает. Нед, надел уже стаков, Даню спывает, Торнадо на ход. Попадает. Рошан, пошел кулдаун, Броша, пожимает Блэкинг Бар, пошел Ромжес, Ромжес тоже БКБ, не надо отвозить его Турцы, Турца. Передумаю просто, побежал за Кингером, но это ошибка, по-моему. Просто Ромжес сидит наверху. В итоге 343-го забирают, там Нета раскачивают, Энчандрас и Десраптор. Подумал Инвокер. Подумал Инвокер. Он сейчас закончится, конечно. Да, Инвокер, может быть, ворвется еще в файт, но он этого не делает. В итоге размен 2 в 0 в пользу имперцев. Они дропнули Эгидо, они дропнули Леона. Очередной удачный Дум. Торнадо. У Дума есть сыр, но не решаются за ним идти. Охают, получают импетусы. Очень больно. Форстаф остается у него буквально 200 хп. Подходит сюда Кингер. И погоня, погоня за Инвокером. Инвокер. Глибс на доле. Далее, Вижн. Поднимает себя в Юл. Толлдаун за Ивейдион. Увиду, он здесь погибнет. Хорошо, имперцы. Хорошо. Очень хорошо ворвались. Успели все-таки в последний момент. Хотя казалось, что не успевают. И здесь действительно вопросы самые большие курсы. Которая... Не, во-первых, вопрос к Бэтрайдеру. Зачем он потащил на хайграунд Рамзеса, когда надо было его просто оставить возле Урса, и Урса должна была его нон-стопом грызть. Я думаю, что тяжело. Там же у него бабочка уже. И к тому же он подобрал сыр. Ну тогда не надо было его вообще бить, а сразу было... Да. Урсим грызаться в другой таргет. Не поняли сразу, что он подобрал сыр. Потом, когда видим... Может, погибнетесь. Это сейчас заявка на 1-1 очень серьезная, потому что уже под своими товарами здесь отдаются. Гем дропает. Да, дропнул гем? Ну, кто-то забрал, я думаю. Кто-то забрал из имперцев, скорее всего. Да, в куберь. Ага. Вот так вот. Эмпайр еще один гем отжимают. Это уже очень хорошо начинают подпушивать. Инвокера нет, Найт Сталкера нет. Очень здорово поймали на Рошане. Вот это был, возможно, единственный шанс подловить, вот именно пока там еще шел день, в последние несколько секунд. Но сломать ничего не получается. Но теперь нету гема. Теперь у Эмпайр хорошая ситуация по игре. Вот это урса, которая проседает по фарму. Есть сыр, в конце концов. Есть сырок. Да, вот Линка появляется у Инвокера. Это может стать небольшим геймчейнджем, потому что Инвокер в последних двух файтах он не участвовал. Он просто падал задуманно, да. Да, это действительно очень важно. Ну и здесь красавчик Afterlife, который его раз за разом находил. Пошел у нас Охайо во вражеский лес. Ну и вот опять грамотно играет Империя. Она просто сжимается на хайграунде. Они знают, что вижены нет. Непонятно, что происходит и так далее. Давайте просто постоим, подождем. Сейчас пойдут в натики. Все-таки у них урса, а у нас гирокоптер. Гирокоптер, как керри, мне нравится больше. То, что он флэком выдает дэмэдж сразу по всем. Урсе нужно добраться до таргета, пешком вот это дойти, потыкать. Сейчас с атак спидом большие проблемы. Фарма тоже не хватает на эту. Я думаю, что вообще, если брать кэш на один на один, то задача урса именно вырубать этого гирыча. И есть к тому же бэтрайдер. Но появляется один из немногих артефактов, который контрит его здесь. Это аганим на паке. И бэтрайдер теперь, если грамотно ставить дримкойл, не сможет далеко возить рамзеса. Это очень приятный момент. Так, ну что, Симперция выходит аккуратненько в мид. Что у нас в Фнатик? Смоук будет какой-то или нет? Ну пока что просто есть смоук. Вот смоук, да. Есть смоук от Фнатик. Мидуан. В инвизи пошел. Мидуан, Диджей. Вижен очень хороший. Бэтрайдер. В кого будет следовать бэтрайдер? Запрыгнул. В рамзеса будете дримкойл. Нет запрыгнул. Моментально минус дезерактора. Не будете ждать их шторма. Рамзес тоже погибает. 76 секунд. Но есть у него байбек. Мипошка пытается уйти. Но в нет разрывает дримкойл. Поэтому долго стоять встаня. Разметают. Здесь автерлайфа. Минус 3. Еще и торнад пошло. Улетает отсюда в итоге скандал. Улетает отсюда мипошка. Но минус 3 это очень неприятно. Сейчас будут разводить на байбеке. Никакого преимущества хайграунда у тебя не может быть против такого пика. Наоборот. Очень круто ворвался бэтрайдер. Дум зашел в линку. И она уже окупилась. Да. На 100%. Ну вот инвокер который есть в файте. Он сразу чувствуется. Много демеджа. Да. Там просто растерзали на самом деле. И пак даже не успел. Ну скандал тяжело обвинять. Потому что настолько быстро драка происходила. Он просто не успел поставить хороший дримкойл. Да и наверное бы не помогло все равно. Потому что там гирича уничтожили. Ну инет решил выбирать другой таргет. Заметь он просто съел дизраптор. Который очень сильно уничтожает. Быстро убить одного. Все таки гирича ты долго грозешь. А дизраптор ты можешь быстренько убить. Через импетусы. Мидван. Больно медвана. Теперь бэтрайдер. Всем больно на самом деле с двух тычек. Забирает практически пол хп. Есть лосой если что. Аккуратнее надо быть. Очень аккуратнее надо быть. Пока что только рейнджовый барак упал. Пошел к лим. Скалой вернули. Диджея попытки сделать степа аут. Торнадо пошел сбивает степа аут. Какой-то метеор или нет. Просто продают. Продают за рейнджовый барак. Ну нормальный размен. Одного диджея здесь отдали. При этом сломали рейнджовый барак. И еще на отступлении сейчас зафармят. Все что только можно. Кстати нет решил собрать себе абиссал блейд. А не мкб. Так правильно. Ну с гиричем долго. Даже если он купит абиссал. Реально долго его убивать. Там секунд пять его может потребоваться. В то время как дизраптора с абиссалом. Он ничего не успевает дать. И ты его убиваешь за секунду. Все. Четыре на пять. Дизраптор ничего не кастанул. Либо же можно вообще влететь на пака. Которого тоже ты быстро разбираешь. Без каких-либо шансов. Что у нас по графикам? Да. Вот это пошла у нас какая-то. Разом отыграли сначала восемь. Суммарно. И сейчас еще отыграли опять шесть. Имперцы. Таски опять впереди по экспе. По гемам. Сейчас пак становится в опасности. Из-за появления этого абиссал блейда. Нет может прыгать просто в него. Запрыгивает в упор. Нажимает блэкинг-барт. Сделать ему вообще ничего не можешь. Он тебя просто съедает за пять тычек. Там уже дальше начинает. Нидвокер разделываться. Интересно, что Найт Сталкера будет покупать. У него Сэндж. Планируется. Ну, скорее всего Алибарду. Алибарду затыкать гирокоптера. Если вдруг не получается его так убить. Санстраки идут на мид. Ну, стоит Гирич. Пока идет день. Найт Сталкер плюс ко всему жив. Очень хорошо. Имперцы играют здесь с гемами. Они стараются их не отдавать. Аккуратнее надо быть Афтерлайфу. Ну, 343. Должен-должен. Хекс. И просто валить. Торнадо. ЕМП ставится. Афтерлайф просто убегает. Засейвили своего саппорта. Очень хорошо Фнатик сыграли. А у Хаи что, хочет еще добраться и ворваться? Его видят. Его видят. Пошел Дум. Дримхойл. У Хаи здесь будет очень тяжело. Его забирают в секунду. Пытается чем-то помочь Мидвану. И, кстати, как же он избивает? Минус Дисраптор. Один в один. Ак один в один. Мидван просто... Уничтожает. Очень неприятная игра. Там где-то с кустика подкрался. Но Бэтрайдер фигура значительная. И гораздо важнее. Вот этот вард, он был поставлен очень хорошо. Дубчик здорово сыграл. Вообще, Afterlife в этой игре пока что действует классно. Вот не считая этого Дума в линку. Но, опять же, тоже не ожидал увидеть. Плюс там настолько была жесткая драка, что подликать успеть. Это нереально. Теперь знает, что там ликен. Так, и что он? Вижена по-прежнему нету. Ну, скорее всего, гем в кулдауне. Ну, он гем Бэтрайвера. А что, это третий уже? Третий, да, много денег выкидывается на гему. Один купил инвокер, получается. Вот он у Пака где-то был. Да, это Мидван купил. Один лежит в Курьере. Это Диджей купил. И теперь Бэтрайдер покупает. Каждый по гему. Пять тысяч на руках у Урса. Обества хватает. Понятно, что оставляет на байбэк. Еще инвокер затарил себе Актарин. Впереди еще Муншард, наверное, какой-то. Ну, и плюс на байбэк. Все-таки с руки тоже тычка увесит у Мидвана. Не стоит про это забывать. Да, он... Муншард лишним не будет. Ну, он там убил, сделал пару тычек. И на форжа просто повесил Аллакрити. Минус Дисраптор был. Которого там растерзали. Глиммер не помог. Видимо, какой-то Вижен стоял. Так, у нас Урса... О, кстати говоря... МКБ! Значит, хочет вгрызаться в Гирча. Хочет его убивать. Ну, и учитывая, что у МКБ тоже там есть вот этот вот мини-станчик, который может сбить что-то. Это... Башер плюс МКБ. Это практически гарантированный стан. Сейчас смолк очередной будет, я так понимаю. Не зря. Да. Столпились. Можно еще ультимейт найт сталкера. Ну, нужно, нужно. Уже ночь наступает. Странно, почему он не жмет. Потому что, как бы, нет ни единой причины нижать его. И убегают сразу, сразу. Имперцы просто включают заднюю. Прекрасно понимая то, что... Ночью вот это стоять на хайграунде, не на хайграунде. Неважно. Нигде стоять нельзя. Тебя опять выцепляет... Бэтрайдер. Ты не успеваешь что-то поставить. Убить инвокера очень трудно. Они на хайграунд собираются зайти. Ой-ой-ой-ой, какая агрессивная игра. Ты посмотри, тавра тут нет. Тут вышки нет. Тавра нет. Найтсталкер начинает давать вижен. О, это супер опасная ситуация. Ну, увидели. Все, увидели, увидели. Увидели кем-то, чем-то просветили. Afterlife, надо аккуратней быть. Afterlife, потащили, ставится Dream Coil. Ahayo прожимает Black King Bar. Пошел туда, он здесь. Dream Blocker. Метеор затянул. Afterlife взрывается просто. Диджей его добивает вайдом. Ahayo стоит встань очень долго. Но он свою задачу сделал. Ставит сайт Волк. Mid1 начинает рассматривать скандала. Скандал получает текст. Будет ли здесь подкоп? Будет ли подкоп и скандал? Он в сайленте. Скандал отправляется в таверну. Нет тоже погибает урса без байбека. Байбек делает дум. Он снова в файте. Очередной дроп гема в погоне от мипошки. Торнадо, ЕМП. И мипошка приземляется без маны. Ну, выиграли драку имперцу. Учитывая потерю гема, это сейчас самое важное, что только есть. Очередной гем они забирают. Опять, фнатики сыграли очень-очень агрессивно. И даже слишком. Все-таки на базе атаковать очень тяжело. Они развели на байбек дума. Это уже неплохо. Так. Здесь в инвизи. Инвокер. Инвокер может поломать Кингера просто моментально. Там же гема есть, но как-то... А тут ни у кого гема нет. Ой, Кингер. Он страйк. Но они бьют Рошана. Они бьют Рошана и убьют его очень быстро. Инвокер может много времени выиграть. Торнадо пошло. Неплохо. ЕМП ставится на хеграунд. Надо оттуда выходить. Потом продолжает форги разминать. Ну, Кингера очень больно. И стоит рядом диджей. Он дает вижен. 343-й уже подтягивается. Они собираются подраться тут. Пока нет пака. Инвокер с этим Акторином. Он стоп может кастовать туда что-то. Есть вижен. Аркейн Руна. Подхоп. По-троим. Пошел к угол. Метеор. Великолепный палец залетает. Кингера. Кингера может покинуть. Переехала Кингера. Метеором. И Рамзес начинает погоню. На фортстаке уходит. 343-й падает. Здесь Рошан. Дорнадо пошло. Снова по-троим. Клинвокер. Подходит плотную. Ставится айслоу. Неплохо. Подхоп. Дропы. Игиса. И здесь уже Бэтрайдер. Цепляет Рамзеса. Форги-то его разминают. Затаскивают его на хайграунд. Ресается мипошка. Должь себя раздавать. Русская царм. Там Рамзес стоит на хайграунде. Есть же пак. Дримкоил. Неплохо. Прожимается Блэкинг в армии. Дуан до сих пор стоит. Это бракли думы. Это просто ужасно. Рамзес просто на горке. Он ничего не может сделать. Он даже не может стрелять по инвокерам. Потому что радиуса атаки не хватает. Минус. И скандал вместе с мипошкой отходит. Прошу прощения. Гем-то не был выбит. Это гем из пака. Он остался у Найт Сталкера. И поэтому там куда-то спрятаться было очень тяжело. Вижен Найт Сталкера здесь окупился по полной. И Урса. Урса, который идет дальше. Знает, что нет байбеку. Да блин, ну мипошка, мипошка, что? Пока что-либо пошел под страйк. Минус. 68 секунд. Но байбек имеет. Мидуан. Чается просто в барак. Нужно делать байбеки. Да, есть байбеки. Думы нет. Торнадо пошло. Рамзес, что по Блэкингару приземляется. Должен прожимать. Прожа. Урса вгрызается с МКП. Как же больно. Здесь Рамзеса пытается уйти. И это все взлетает в Нета. Нет. Нет. Слишком далеко проходит марш. Минус Рамзес. Минус Нет. Байбека нет ни у того, ни у другого. Мидуан просто отступает. Линка в КД. Скорая ресница Дум. Диджей еле живой. Все еще стоит барак, стоит напомнить. Нужно быть очень аккуратным. Вижен дает диджей. Какие же они агрессивные. Это одна из сильнейших сторон. Смайл как раз отмечал у этой команды, что они вот именно зачастую проигрывают драку, но второй раз в каком-то развороте выигрывают ее. И здесь то же самое. Вроде бы проиграли, но на Рошане удалось сделать. Прожимается фортификейшн. Никак не отдавать. Не хотят создавать милишный барак. Это правильно, потому что Торнадо, ЕМП. Хочется, конечно, дотыкать барак, но не получается. В итоге барак отрегинется. О-о-о-о-о, пять тысяч у инвокера, пять тысяч на руках. Уж пора сливать Юл и собирать какой-то хекс. Да, тут очень много всего. Ну, Юл, кстати говоря, реально не так сильно ему помогает, потому что самое основное оружие это Doom. Уходит в инвиз. Много, конечно, денег, выдели байбеков, понавыбивали. Шонстрайка стерлайфа. Такой разминочный, разминочный, чтобы инвокеру не терять квалификации. Двадцать девять тысяч на творца. Кстати говоря, инвокер еще чуть-чуть, и он будет иметь супер-мега-бласт, который действует на 360 градусов. Это довольно-таки важно. Пак покупает себе линкенсферу. Да, паку нужно, потому что сайленсы его... Прогрейдил тревела. Контрят, прогрейдил тревела инвокер. Медасика уже нет, уже некуда его просто класть. Да, напряженнейшая игра. И преимущество в Кнатик для 50-й минут не такое большое. Алибарда у Найт Сталкера появляется. Да, теперь если драка затянется, конечно, Гирокоптеру будет тяжело. Но на самом деле для него именно главное это включить БКБ и раздать свою дэмэдж первоначально. До каких-то хиксов. Скорее нужны какие-то сейчас имперцам лутусорбы, что-то на подсейв. Линкин уже один появился. У Мидван, конечно, фармит с бешеной скоростью. Ну, у Мидван, да, он еще и разошелся. У него получается абсолютно все. Найт Сталкерам очень сильно помогает. Со своим вот этим виженом отдавать рассказ. Он просто, знаешь, как бьет человека, на который он одет мешок. Не может ничем ему ответить. Он просто бьет такой на-на, слева, справа там. Или связанного. Или связанного, да. Потому что имперцы просто не видят, летит метеор, откуда летит, почему. Откуда ветра летят. Никак не могут этого инвокера подцепить. Если он возьмет еще себе какой-то блинк на мобильность, то это вообще... Сигналят на барак, фортификационный нет. Барак практически отрегенился, но... Ты посмотри, они пытаются сбоку-сбоку зайти. Видят диджей, заходят, видят всю команду импайр. Импайр, бежать, бегут имперцы. Настолько агрессивны фнатики импайр. Это боец, что сделать на развороте. Дум, пошел в Бэтрайдера. Шрим Койл по-двоим, выталкивает форстапком. Килдаун, Фахайр залетает. Сигнал очень долго стоит, открывает ластатик шторма. У него нет блокинг-бара. Минус гем. Минус гем, минус два. Ну, теперь точно минус гем и... Ай, в это время просто форги-то снесли барак. Такая грязь. Такая грязь. Ну, на самом деле, фнатик, они какие-то нереально агрессивные. Если бы импайр были чуть посмелее, они могли бы гораздо раньше развернуться. Гирыч покупает рапиру. А, тут вариантов нет, ты правильно сказал. Мы надо выстрелить за БКБ, выдать весь дэмэдж. Вот весь дэмэдж будет с рапиром. Ой-ой-ой, Рамзес. Рапирочка появляется. Ну, фнатики очень агрессивные. Импайр их слишком сильно боятся. Могли развернуться гораздо раньше. Но понять можно. Если импайр разворачивается и убивают двоих, неплохо. Но они при этом все равно барак потеряли. Но если они проиграют, все, это ГГ. И они уже проигрывают один оль. Фнатик очень грамотно давят. И морально в том числе. Ну, вот сейчас спалят рапиру. Я думаю, фнатики чуть аккуратнее будут играть. Будут рассчитывать свой контроль также на гирокоптера. Рамзес получил торнадо, он сейчас должен испалить. Вот он сам страйк. О, хп сбрило. Рамзесу надо быть очень аккуратным. У него сатаника нет. Да, пинговал на него парень, который сидел в саверне. Ему все равно было делать нечего. Диджей. Он решил пинговать. Ну, он просто смотрел. Там все остальные-то фармят. Могли не заметить. А диджей как раз увидел. 3-800 урса. Готов Эбисал. Но брать его... Что же рапирос? Да я думаю, что рапирос, он сможет себе приобрести. И приобретя Эбисал, она как бы приобретет себе вот этот вот рапирос. Пак. Перекубка. Перекубка, да. За ноль. Ну, хотя гирочи не так уж просто развалить. Но дэмэдж у него, конечно, лютый. Сейчас одна хорошая драка для империи. Если гироч выстрелит свой дэмэдж, он положит всех. Но вот это если, оно очень ключевое значение имеет. И наступает ночь. Гема нет, но Вижена все равно даже без этого гема. Очень мало. Да, Игра набирает оборот. Бэтрайдеру тоже нужно собрать линку. Он часто попадает под эти самые дымы. Аганим есть у Дисраптора. Ого, а вот это, кстати, огромные проблемы. Это просто гигантские проблемы у Фнатик. Потому что если будет удачный статик шторм на какую-то урсу... Да, она там вообще ничего не нажмет. Но, опять же, может успеть нажать заранее. Вот этот ультимейт Дисраптора стоит учитывать, что его нужно класть прямо сразу на голову, чтобы человек не успел прожимать ничего. И в ситуации, когда у тебя такой вижен, который сейчас у Империи, который всю игру у Империи, они не видят ничего опять. Вроде гем уже... Три гема у них на базе. Но Найт Сталкер задолбал со своим ультимейтом. Пригорел, что ли? Ну, это реально так. Против этого очень тяжело играть. И нету никакой контры. Нет вообще ни одного, который как-то с этим справляется. Я говорю, появляется тут вариантов не особо. Многие советуют муншард. Вроде как он повышает как раз-таки тот самый вижен. И... Ну, и он все равно же покупается. Ну, а на кого? А так есть муншард, уничий. Ну, вот, вот, хорошо. Уже какой-то вижен. Чуть там, чуть-чуть, но... Что-то видно. Так, ну, тут просто форжи вызывается. Форжи тут отлетают теперь. Ой, и рамзес. Блин, больно ему на самом деле. Он не такой толстый. Ну, да, у него нету артефактов на жир. Прямо таких жестких. У него с инжиньяша БКБ. Но для 55-й минуты уже не так много. Муншард, конечно, сделать себе. И муншард как раз. И просто будет разваливать. Инчантрос. Тоже, вот, нужно считаться и с рапирой Гирича, и с инчантрос. Вот с этим запаком, три артефакта вот этих, вот это нереальная мощь. Сейчас это еще остается взять. Так, взяла гем себя. Гемчик. Нужно как-то. Фнатики давят. Как же тяжело империи. Это просто нереально играть эту игру. Им очень важно сейчас ее выиграть. Если выиграют, они будут на нереальном подъеме. Но... Это тяжко. Постоянно играть вот вторым номером. Даже не потому, что ты так хочешь, а просто потому, что тебе срезают... Все, Хекс у инвокера. Мобильности, правда, немного не хватает. Но Хекс здесь может порешать сильно. Эээ, Нет. Нет готов. Скандал, узнает, что у него линка. Пошла ночь. Надо отступать отсюда. Скандал. Тайлер. Нажал БКБ. Сбивает линку. Скандал успевает уйти. Ставит римкоил на бэтрайдера. Бэтрайдер 4,5 секунды стан. Пойдут ли убирать его? Да, надо. Забрали бэтрайдера. Зачем? Зачем дум на него? Зачем? Дума нет. Шива? Шивы подсветил. Инвокер на всякий случай жмет блэкинг бар. Урса на развороте думает. Байбэк. Байбэк от бэтрайдера. Не хотят отдавать Рошана. Ни в какую не хотят отдавать Рошана, который скоро будет. Ну, вторую игру на те же грабли. Затем дум. В мертвого бэтрайдера. Что он сделает? Он стоит в 4,5 секунды встаня. Ну, это уже какие-то нервы, наверное. Нервы, скорее всего, да. Ты же учитывай то, что... Опять же, я сам говорил просто... Я не дам, уйдет, уйдет, меня замашнят, типа, поэтому лучше дам. Да просто уже эту игру играть очень тяжко, и из-за этого буквально там каждый момент выкидывается все. Лишь бы убить, лишь бы не дать никакую контратаку, потому что фнатики на контратаках нереально хороши. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас будет дальше, потому что в очередной раз бэтрайдера слили, тем более он потратил байбэк. Прилетает. Смок. В Т-43-м он добил крипа и уехал на Форстафе моментально. Крипочка, да, забрал. Не видят все-таки игроки сейчас Фнатик тоже, где находятся имперцы. Плюс наступает день, что приятно. Но у Night Stalker есть ночь. Ненадолго он наступает, да, у Night Stalker есть ночь. А тут теперь очередь на это пришла покупать гем. У имперцев уже 2 гема на базе, плюс гем взяла Enchantress и 4 гема, купленные 4-мя разными игроками. Остается только 347-ми. Жень, ждут этого Рошана, ты посмотри, просто Урса там логово себе уже сделала, но, понятное дело, что имперцы его просто так отдавать не будут. Находят иллюзию Night Stalker. Ну, зато спалились при этом. Да, спалились. Пошла ночь. Пошел Огр Фрост Мэйдж. Фрост Мэйдж. Морозный маг. Получал люлей Морозный маг. Отгоняют, отгоняют и появляется Рошан. Появляется Рошан прямо сейчас. Нотики уже агрессивно играют, не стоит знать, потому что Мидл подпушен и Крепы постоянно заходят на хайграунд, надо их как-то дефать. Линза на Бэтрайдере. То, чего ему не хватило в прошлый раз, так бы Паку он смог подцепить. Но сейчас, если отойдут, увидят Рошана. Тайминг идеальный. Все, видят Рошана. Эмпайр не могут сюда выйти. Им нужно обладать... А было что-то в смоке прямо сейчас нанестись вот на всех парах. Ну, им нужно обладать каким-то ванго-чутьем, чтобы прочувствовать то, что там идут, забирают Рошана. При этом в такой непозиции. Вижена-то нет, вот что видит Эмпайр. А вдруг они стоят здесь на горке и готовы принимать? Ну, то есть, наверное, даже лучше их здесь отдать. Но отдать Рошана, это означает, что Урса сейчас осмелеет, купит себе Эбисал, и у нее будет две жизни. Плюс Бэтрайдер купил себе Линзу. Это действительно грозное оружие. Малинка больше нужна, чем Линза. Он получает постоянно этот Дум. Да Дум такой. Ему как-то защититься бы от Дрим Койла Пака, а защититься от Дрим Койла Пака невозможно ни одним артефактом в Доте с Аганимом. То есть там ни Линка, ничего тебе не поможет. Смок от имперцев. Рамзес идет под Линкой, Линка сейчас закончится повесить. И тайминг очень хороший, потому что день, и у Найт Сталкера нету ночи. Есть. А, есть уже ночи, как раз катила. И видят, видят, все, спалили, выбирают позицию, перегружают. Утся Найт Сталкер, включил ночь, всех видят. Будет цеплять. Сайланс. Аккуратнее надо быть. Урса запрыгивает. Фурсав неплохой. Нет. Прожимает ультимейт. Потащили Рамзеса. Рамзес. Стоится клач, что он соропирует. Импетасы залетает. Рамзес еле живой. Прожимает лакинбар. Получает на пистол на голову. А еще живет Рамзес. Он живет. Развалил нет. Развалил бедрайтера. Также в таверну сейчас отправится диджей, по-моему. Нет, выживает. Скандал. Треслит урса. Начинает рычать. Че ты рыдишь? Завали хайлоу, медведь, говорит Рамзес. Это очередной минус от имперцев. Это минус 3 на одного дизераптора и плюс Аигис. Да, жестко сейчас. Рамзес буквально не хватило там какой-то одной тычки. Урсу задизеблили. И за счет этого он выживает. Конечно, потеря Рамзеса означала там потерю фактически всех шансов на победу. Десят девятая минута. Идут. Идут разводить на байбеке. У бедрайдера байбека нет. А что с сыром? У кого-то был сыр вообще? У кого-то же должно быть. Сыр был у Нейт Сталкера. А, он его походу съел. Съел, да. Ну, потому что там залетало ему тоже очень много дэмиджа. Выходят имперцы. Пытаются пропушить. Делать это очень непросто. И опять же, с этим инвокером очень трудно сделать. Он нон-стоп будет чем-то откидываться. 25 уровень не стоит сбывать. Но с другой стороны есть трапира. И она позволяет ломать нереально быстро здание. Урсу стоит. Имеет байбек. Дум 19 секунд еще. Башня сил светлого центральной льминии разрушена. Рамзес. Дорната. Думп. Ой, ЕМП не попало. Не сожгло ману. Очень хорошо, потому что у Рамзеса очень мало ман остается. Ему там не хватило бы вообще ни на что. На все-таки флэзи. Ну, иначе и не надо на самом деле. Безарм. Пак. Дримкоил. Найт Сталкер. Найт Сталкер. Четыре с половиной секунды. Пошел калдаун. Текст на Рамзеса пошел. Папкает палец. И уж, что зафоксит. Есть глаз. Рамзес дропает трапиру. Она лежит. Заберите хоть кто-нибудь. Ну же. Да, забирает. Его, по-моему, забирает Нет. Нет, он выложил, но не взял. Абисо Блейд на Кингера. Кингер. Затыкают Нету Думан. Ставится с этих штор. Нет. Тимпетус раз. Тимпетус два. Каверто. Моуан. Байбайка нет. Мидуан. Пошел скандал. Пытаются размотать. Скандал пока живет. Нет, скандал тоже не был. Готлайк от Мидуан. Он убегает. Диджей затыкает Мипошку. Вот это увесистые тычки. Так он с рапирой. Мипошка-то минус. Да, Мипошку здесь разберут. Поднимают в воздух. Действительно, Диджей подобрал рапиру. В итоге минус 4 от команды Fnatic. И, казалось бы, идеальным решением было байбэкнуться Гирокоптеру, вернуться в драку. Но у него не хватало денег на байбэк и на травела. У него хватало только на что-то одно. Поэтому, совершенно верно, остался Рамзес сидеть в таверне. Слушай, Талкеру сейчас нужен был Кингбар. Просто нужен Блокингбар. Да, на самом деле... Чтобы фокусить Нчу, чтобы фокусить кого угодно. Просто в того же пака вгрызаться под Сайлансом. Ну, иначе он ничего не сделает. Проблема для Империи в том, что сейчас можно просто забить на Гирокоптер. Даже не важно, что у Найт Сталкера есть Трапира. Главное, что у Гиры чего нет. И единственный кэрри остается, который реально много дамажит. Это Энчандрос. Гирокоптер потерял 330 демаджа за тычку. Это очень много. Ухая там собирается что-то намутить. Если Afterlife сейчас подставится, Afterlife мог подставить. Да, тут два гема теперь уже у команды. Куда же ты пошел, дружище, и диджей пошел, затыкает Кингбара. И сейчас будет висеть Afterlife из Трапира. И тычка раз, тычка два, Мидуан помогает ему. И есть, конечно, байбэк у дома. Но там уже пушится во всю ботом лейн. Диджей играет очень аккуратно. Он такое ощущение, что не осознал, что у него рапира. Ему нужно играть суперосторожно. Потому что сейчас единственный шанс Эмпайр это выбить эту рапиру. Посмотри, что творит Мидуан с этими бараками. Да, Мидуан уничтожает. Тут сейчас нужно ставить на него. Таким шторм должен быть. Вот он в таких шторм. Мидуан. Мидуан. Кукл даун. Пытается спастись. Он скорее здесь заберут. Да, он погибает. Но у него есть байбэк, и Диджей сделал очень грамотный мув. Он свалил? Он просто свалил. По-моему, он смотрел игру своего друга Шаттл. Тот всю игру грамотно ему выделал. Но, кстати говоря, у Герокоптера 5200. Он может купить еще одну, понятно. Нужно, нужно еще одну. Но... Сакрат. На, 1000 монет. Продает. Демон Эйдж. Оставляй на байбэк. Да, это хорошее решение. Потому что байбэк действительно нужен. А по факту, что Сакрат, что Демон Эйдж, они тебе разницы особо не делают. Потому что Сакрат дает тебе 60, Демон Эйдж 46. Это только вместе они дают каким-то магическим образом 330. Это магия. Что ты хочешь? Дота вся построена. Как там этот, я помню, картинка Буреза, когда там привязан меч, привязан к какому-то мечу другому. Из этого получается арбалет. Да. Вот здесь что-то типа того. Меч плюс какая-то хрень. Получается супер меч. Рапира. О, напряженная каточка. Очень напряженная. Госкипетр. Кингер. Нереально силен. Ну, теперь отдали часть гемов. Теперь немножко попроще. С точки зрения, вот именно наличия этих зеленых камешков в команде Фнатик. И они сейчас, если они сейчас захватят контроль над картой, то выйти Эмпайр будет очень тяжело. Но Эмпайр пользуется тем, что как раз-таки пока еще зажаты на базе. Немножко побаиваются. Нет инвокера. Есть вторая рапирка. Быстро нафармил, кстати говоря. Ну, остается без байбека. Ну, да, но... Если ты оттянет толку, то что есть байбек у тебя, что нету, а так хотя бы шанс есть. Дум наверху, но он с травелами, он в любом случае перетянется. Кстати, что там у нас по байбекам? Вообще, у Урсы еще нет 3 минуты. У Герокоптера не хватает денег. Какая игра? Да, это жесть. Ну, можно уже с уверенностью сказать, что Эмпайр дают достойный бой. Это... Ну, я ожидал, честно говоря, что изи для Фнатик. Ну, вообще не изи. И еще непонятно для Фнатик ли или нет. Владмир покупает Night Stalker. Недостаток в том, что еще лейн постоянно пушится. И приходится стягиваться постоянно в мидл, потому что вот эту гапшу надо как-то останавливать, все, которое прет. Да, с Флэком, конечно, Герокоптер без проблем разбирается со всем этим делом. Ну, то есть, тотальный перевес вот именно по контролю карты, по контролю линий за Фнатиками. Эмпайр приходится играть в супертяжелую оборонительную доту. Не знаю, что тут еще гиручу можно. Можно вместо Сенжиньяши будет что-то купить. Хаста, Firefly, Ахайу полетел. Может быть, Линкен стоит приобрести. Герокоптер вместо Сенжиньяши. Линка зайдет очень хорошо. Ахай опять пошел. Какой же он? Он вообще ничего не боится. Он просто идет, видит Рамзесов, хватает его, флак, трим-кол! И на позволь Рамзесов скидают без байбэка, без рапиры. Скандал. Кстати, забрать рапиру. Выложу. Получает рапиру. Ну, тут его затыкают, кстати, минус афтерлайф, но это, конечно, тоже, скорее всего, погибнет, но Мидуан стоит разваливает. Стоится Айсвал, Диджей, сгрыз Дидраптора и заходит на хайграунд. Они сейчас очень быстро спушат. Они очень быстро спушат. И из-за того, что скандал подобрал рапиру, она не действует. Из-за того, что никто не успел из врагов ее задействовать, рапира на скандале... Хотя, все равно у него, конечно, тычки очень медленные, но так он мог бы хотя бы как-то подточковаться. Ну, вторая сторона. Они приучаются на бот. Он тут же 30 секунд до Рошана. Могут пойти забрать Рошана, но зачем? Фуловые, Дума нет, Геракопти в Саверне, нет очередной рапиры. Да, там единственное, кого стоит бояться, это, конечно же, инча. А может подставиться к нему. Вышка на одну тычку здесь просто. Заходят, забирают. И остается последняя линия. Спортификация нет. Пошли разминать, Дум заходит, но... Получает текст. Метеор. Палец. Астерлайф, сможет погибнуть. Сейчас после очередных трех тычек от Диджея он просто его затыкал. Не пошло, открывается линков. И Диджея его просто месит. Он просто его замесил. Это ГГА. Сарабир Карион, Найт Сталкер, очень жестко раздается. В итоге, good game, well played. Я не знаю, Фнатики вообще бесстрашные, конечно, лезли они на этот хайграунд очень агрессивно. С другой стороны, а в чем там было рисковать? Они были в атаке, и даже в случае какого-то поражения еще очень тяжело было бы имперцам выйти в контратаку. Но в итоге в супер упорной борьбе, и тем не менее, со счетом 2-0 Фнатик одерживает победу. Они получают квоту флей-офф. И Empire же падают в лузера, но будут еще иметь возможность завтра победителем пары Secret и Home сыграть.